Здравствуйте, Виктор Иванович. Я хотела задать вопрос по поводу молитвы. Я была в прошлом году на фестивале планов, ну, год назад, получается, в мае. Ну, сильно поменялись за год. Да? Конечно. Ну, меня вроде, как Вы сказали, наоборот, сейчас еще и здоровье у меня. У Вас сейчас плохой период идет, он начался где-то 7 месяцев назад. И он еще пройдет где-то месяца 4. И благодаря тому, что Вы съездили на фестиваль, Вы подготовились к нему, и поэтому сейчас Вы хорошо держитесь, крепко. Мне казалось, что я совсем малышко что-то делаю. Ну, Ваш вопрос. Значит, получается? Получается, да. Спасибо большое. Все, это весь вопрос? Да. Хорошо, если все так спрашивают. Ну, неудобно как-то, вот, у мужа с работой сложно. Ну, я же говорю, у Вас тяжелый период ведет. Я стала молиться, он как лишь сцепился, вот, и я отройду от меня. Ну, чувствует защиту. Никуда не пускает. Чувствует защиту, так классно же. Да? Ну, конечно. Вот, когда вот так, я не спрашиваю, потому что, когда человек сильно хочет, значит, он меня не услышит. Это стопроцентный факт. Я уже проверил это за 20 лет в своей практике. Только, вот, когда человек на Бога надеется, тогда я спрашиваю. Добрый день, добрый вечер. Я вчера спрашивала по поводу правильности, ну, то есть, как положение, как положение стоять, молиться. И Вы говорили, что вот нужно стоять неподвижно 40 минут. Я сегодня утром встала. Да, все нормально. Папу, не менее. Вы знаете, я не выдержала. Может, я что-то неправильно делала. Нет, надо, значит, тогда продолжать. 35 минут, а потом мне стало плохо. Да, все, отлично. Значит, 30 минут больше нельзя. Продолжать тогда. Да, через 2,5-3 месяца можно на 5 минут увеличить. А четкий я могу держать в руках? Да, нормально, нормально. А какое-то определенное есть количество, вот, Аль-Хамдули-Ляф читать? Или это не важно, главное по времени? Главное по времени. Главное по времени. А то, что мне плохо, это все нормально, да? Это неплохо, это просто вот там, где блок, связанный с болезнью, почему я сказал, он на 5 минут больше это времени, потому что нужно блок этот пробить было. Там где-то блок, связанный с болезнью, он, энергия туда воткнулась и стало жарко и плохо. А потом ледяной холод, я была мокрая, все, а что сознание не потеряло? Да, да, то есть нужно просто поменьше и копить силы. Потом вы дойдете до этого блока, преодолеете и так вы вылечитесь. То есть до этого состояния не хожу? Нет, вы до этого состояния не будете доходить. У вас просто будет состояние похожее, но не такое сильное, и вы его преодолеете. Вам надо просто продолжать по 30, еще 3 месяца. Извините, а сидя потом могу продолжать другие молитвы читать? Да, конечно. Но надо не шевелять, да, стоять? То есть понимать совершенно положение? Да. Значит, все дело. Да. Спасибо большое. Молодец, продолжайте. Как научиться жить с сердцем, по нему? Как научиться доверяться? Молитва. Учиться надо не научиться, а учиться надо. Ну, то есть это не то, что ты сразу раз, и ты живешь сердцем. Но как научиться поднимать штангу такого-то веса? Нужно начинать со своего веса, и потом больше, больше, постепенно научишься. Потому что жить умом означает просто логика, логика, понимаете? Это внешнее восприятие мира, логика. Это внешний очень способ жить. Нужно изучать, как устроен этот мир изнутри. Вот я женщине рассказывал, что пока она не успокоится, она не сможет победить все свои суды. Спокойствие в сердце укажет на победу. Чего ты не делаешь снаружи, только спокойствие в сердце укажет на победу. Вот. Это знание. Вот к нему надо стремиться. И постепенно, когда вы это знание будете осваивать, вы все больше доверять сердцу будете. В процессе познания этого мира. Ну, хорошо, вот вы вдвоем. Может, с женой же, да? Ну, спрашивают. Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. Ну, в бизнес-безновом храме там все честно, я согласен, да? Но вот я, поскольку исповедую, как и ислам, у тебя сейчас очень... Ну, появилась такая дань моде, ходить в мечей. И многие мои, не то чтобы друзья, а товарищи, честно скажу, они просто отдают дать моде. Обязательно ли посещать храм, особенно в пятницу, учитывая, что я не люблю вот эту толпу народа? Я не говорю, что там все верующие, там большинство верующих, конечно, а очень много... Нет, не обязательно, нет, не обязательно. Можно дома молиться, можно ходить в храм, когда нет людей, когда можно помолиться там спокойно, когда никого нет. Может быть, вам лучше так ходить, потому что вы очень чувствительный человек, они вам мешают сосредоточиться, люди. Нет необходимости соблюдать ритуалы какие-то, которые вы чувствуете, вам не подходят. Но эти люди пусть ходят, не надо их осуждать, у них... Даже если человек ходит к Богу из-за моды, это все равно хорошо. Это лучше, чем водку пить, понимаете, и из-за моды ходить в пивнушку. Спасибо большое. Ну, то есть это их уровень развития, они вот как могут, так выживают.